В городском округе открылись муниципальные образовательные рождественские чтения. На этот раз тема посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. На торжественном мероприятии в храме Преображения Господня побывали и мы. Рождественские чтения – одна из неотъемлемых традиций в преддверии главного церковного праздника. В городском округе Люберца они проходят уже в 19-й раз. В этом году представители духовенства, педагоги и школьники рассмотрят такую тему, как секулярный мир и религиозность. Основоположником этих понятий был российский император Петр I. Не случайно рождественские чтения у нас проходят накануне Рождества Престова. А что такое рождение спасителя? Рождение любого ребенка – это радость. Я вам желаю искренне, чтобы вспоминание спасителя и анализ нашей истории благотворно влиял на нашу душу и чтобы любовь в каждом сердце и семье процветала. В день открытия рождественских чтений представители управления образованием городского округа и Люберецкого благочиния подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ – еще один шаг в работе, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи. Соглашение – это, я не скажу, что новое что-то в нашей жизни, но тем не менее создалась новая подольская Люберецкая епархия. И мы обязаны были привнести в наше уже действующее соглашение некоторые изменения. И сегодня мы переподписали такой важный документ. Еще одной частью открытия рождественских чтений стало награждение лауреатов и победителей муниципального этапа международного конкурса детского творчества. Тема проекта «Красота Божьего мира» также была связана с именем первого российского императора. Авторы 23 лучших работ получили грамоты и подарки. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.